так всем привет моя первая запись за сегодня если вы заметили то я еду в поезде направляюсь выезжаю с острова с английского еду сейчас во францию но в этот раз я поверну не налево говорится а направо то есть поеду на юго-запад потому что мой отпуск только начался 1 сентября лето кончилось у меня она только началась у меня есть 19 дней я поеду в испанию и португалию также захвачу гибралтар и андорру так прошло 6 часов с тех пор как я выехал но я проехал всего 500 километров чуть меньше в общем еще я понял что во франции мне кажется не очень любят есть по дороге потому что за последние километров 200 я не встретил ни одного кафе ни одно было на заправке но она была закрыта поэтому я уже еду голодный и мечтаю наконец-то встретить что-то где можно покушать а был значок написано фритерия я подумал мало ли это связано с едой оказалось это просто туалет и стоянка также английские машины во франции вообще не вызывает никакого удивления потому что они везде там стоят тут только что одна уехала вот эти тоже англичане в общем ладно поехал дальше буду искать где поесть так я нашел наконец-то кафешку там вот там петерия поел вкусненько теперь готов ехать дальше вот едется правда очень медленно потому что не знаю франция оказалась очень большой и ну до мадрида я наверно завтра не доберусь хотя если потому что я выбрал бесплатные дороги решил сэкономить так что наверное не доберусь потому что навигатор показывает 17 часов а по платным 11 с половиной вот не знаю наверное я попробую может быть платной дороге сейчас я хочу найти отель ну еще наверное часа два поеду вот ну еще приятный бонус то что в своем портфеле я нашел шоколадку которую мне которую мне передали друзья на прошлой неделе когда они прилетали я думаю вы помните все наше путешествие по англии если вы еще не видели это посмотреть так выехал я на платное шоссе в общем и чё-то подозрительно пустое мне кажется она стоит столько же сколько то которая идет до парижа а там было чё-то около 20 евро за 150 километров так в общем это довольно дорог поэтому я собственно и решил ехать в общем я не знаю сколько стоила дорога потому что оплата была только карточкой причем почему-то латвийский мастер-карт он не принял английскую виза дебет принял который обычно не принимает я движусь в какой-то город по идее там есть отель будет ли он открыт ну как открыт ресепшн просто там было написано и не понял во времени сколько это разница во времени не знаю как это работает на Блокинг фон я его не забронировал и решил проверить одну хитрость спросить сколько будет там цена если она такая же как на Блокинге можно попробовать выбросить 10 процентную скидку потому что по идее Блокинг забирает 14 процентов ну хочу проверить я просто наслаждаюсь дорогой сзади у меня прекраснейший закат который я смотрю в зеркало заднего вида постоянно да и такой прикол что сейчас уже стало темно и в общем-то я наверное могу ехать только по этим платным анастратам потому что у меня нету наклеек на фары а Франция единственная страна где они нужны и взайты в общем-то штрафы ну что я все-таки добрался до отеля да заселился с ценой вышло интересно потому что на Блокинге было написано 3150 а на ресепшене 39 евро плюс 1 евро налог в общем когда я им сказал что на Блокинге 3150 ну я предполагаю что они сказали потому что я не очень понимаю французский если честно я его очень плавно помню сказали что в общем через букинг регистрируйтесь через букинг ну что я сделал я вышел зашел через трига интернет зашел в букинг зарезервировал номер подошел показал пароль заплатил 3250 и вот собственно сейчас покажу вам открывается двухспальная вешалки здесь есть телевизор большой столик и такая вот встроенная ванна одна пластиковая с таким тоже душем встроенную в ванную ну и также туалет что примечательно в этом номере был шампунь но нету мыла обычно наоборот в общем это все не важно я вообще был готов ночевать в машине что я наверняка сделаю в ближайшие дни ну потому что почему бы и нет надо же попробовать